В Приморье почтили память детей, ставших жертвами войны на Донбассе. Торжественное мероприятие объединило представителей органов власти, общественников, неравнодушных жителей во Владивостоке. За время войны на Донбассе погибли более 300 детей. Они больше никогда не пойдут в школу, не сядут за парты, не обнимут своих родных. С приветственными словами к собравшимся обратился уполномоченный по правам человека в Приморском крае Юрий Мельников. Социальное мероприятие проходило у памятника приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов. Сегодня мы чтим память детей, жертв войны на Донбассе. Начиная с 2014 года от рук, от действий украинских националистов, не нацистов, трагически оборвалась жизнь почти 300 детей. Несколько сотен раненых. Многие стали инвалидами. Память о погибших детях живет не только в душах жителей Донецкой Народной Республики, но и в душах всех жителей нашей огромной страны, нашей великой России. Мы помним каждого малыша, каждого дошкольника, каждого подростка, у которых отобрали, лишили самого главного права, право, закрепленное во всеобщей декларации прав человека, которое подписали почти все государства. Право на жизнь. В День памяти Юрий Бакуров, руководитель регионального отделения «Молодая гвардия Единой России», выступил с приветственными словами и рассказал о личных переживаниях. В марте 2022 года начала выполнение гуманитарной миссии на территории освобожденных республик, которые вошли осенью 2022 года в состав нашей страны. Одним из задач при выполнении гуманитарной миссии было свидетельствование военных преступлений. Одним из самых ярких воспоминаний буквально на второй день гуманитарной миссии для меня стала плачущая, ревящая, кричащая мать о том, что нацисты убили ее сына и дочь. Убили просто так, находясь под веществами. Это не секрет, что для поднятия боевого духа в Мариуполе в батальоне Азов раздавали наркотики. Это было одно из самых первых таких ярких, даже ломающих меня воспоминаний. Все преступления, которые там совершаются, точно должны быть не забыты. Те, кто их совершает, должны быть осуждены по всем нормам, наверное, современных международных прав, но только в адекватном их проявлении. Такое отношение к мирному населению в 2023 году, оно просто недопустимо и вопиющее. После выступлений была объявлена минута молчания. Участники мероприятия возложили цветы, установили свечи и оставили игрушки. Отметим, 27 июля мероприятия и акции в честь Дня памяти детей жертв войны на Донбассе прошли во многих городах России. Их ключевая цель – увековечить воспоминания о невинных жертвах нацистского режима. Сергей Чал и Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.